Конечно, оперативные службы всегда используют возможности лидеров в преступной среде. Оно и понятно. Всегда лучше общаться через лидера. Есть даже версия появления такого парадоксального, на первый взгляд, термина «вор, почему он в законе». Ну и была версия такая, что чекисты придумали, когда многомиллионная армия заключенных была. Вот выбрали как раз наиболее авторитетных и как бы сгелку совершили с ними. Эта версия выдвигали подлеских тирешонок в своей книге «Воры в законе. Бросок власти». Вторая причина – идет оперативная ростная деятельность, в том числе путем привлечения к негласному сотрудничеству на конфиденциальной основе. Конечно, надо понимать, что самый такой лакомый объект для вербовки – это человек, обладающий разведвозможностями. У блатных – большие разведвозможности. Он в любом случае будет объектом внимания всех оперативных служб. Вряд ли какой «вор в законе» остается без присмотра. Иногда происходит сращивание.